День белорусской кухни повара ХГУ приурочили к празднику единства двух братских славянских народов. И блюда-то выставили на раздачу, казалось бы, самые привычные – борщ, колдуны и салат из капусты. Но в каждом блюде белорусская изюминка. В обычный борщ добавили фасоль, в салат бруснику и получилось оригинально. Одно из первых комплексный обед продегустировала ректор Татьяна Краснова. Любой человек любит пробовать какие-то новые блюда, любые новые продукты. Студенты – это зачастую те же самые еще дети, которые недавно вышли из семьи, которые любят вкусно покушать. Для нас очень важно, чтобы они кушали не на бегу, не перекусывали, а ели горячую пищу для того, чтобы сохранить свое здоровье. Простые в приготовлении блюда оказались и вкусными, и сытными, и, что немаловажно для студентов, достаточно бюджетными. Борщ, салат, колдуны и компот обошлись в 79 рублей. По таким же принципам будут готовить блюда для следующих акций в рамках проекта «Национальных кухонь». Следующая национальная кухня у нас будет хакасская, так как мы проживаем на территории Республики Хакасия. Не все наши, к сожалению, жители города, а также и наши обучающиеся знают хорошо национальную бухню. Попытаемся приготовить те блюда, которые будут понятны большому кругу людей. Что конкретно войдет в меню Дней Хакасской кухни, работники столовой пока не знают и сами. Но это обязательно должен быть полноценный комплексный обед. Кстати, нововведения понравились посетителям столовой. Для меня на самом деле стало сюрпризом в какой-то степени. Очень было все неожиданно вкусно, как и обычно на самом деле. Борщ, колдуны и вот этот салат. Но я бы хотел, чтобы это почаще было. До лета повара и технологи проведут еще и дни немецкой, русской, украинской кухонь. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.